Добрый вечер, дорогие дамы и господа, с праздником Хануки. В предыдущих прослойках мы в основном занимались историческими аспектами, связанными с этим праздником, и полностью проигнолировали лингвистику, связанную с ним. В этой прослойке мы постараемся исправить этот недочет. Итак, прослойка от седьмой ханукальной свечки. Как переводится слово «ханука»? Современные английские, да и русские переводы переводят ее как «освящение», «посвящение». И этот перевод очень распространен и популярен, однако он основывается на латинском переводе Библии. В традиционных еврейских источниках корень «ханах», от которого происходит слово «ханука», означает делать что-то впервые, начинать менять статус или начинать какую-то работу с чем-то впервые. Так, допустим, в книге Бамидбар говорится, «Тот, кто построил дом в лоха-но-хо, но не начал в нем жить, освобожден от армии». Бесспорно, если мы переведем это слово «тот, который построил дом, но не сделал его посвящение» или «dedication», это слово, конечно же, перевод будет бессмыслен. В талмудической литературе это слово используется именно в этом же аспекте. Как говорит, допустим, Мишна «эйх миханхин эт амизбех», как мы начинаем службу на вновь построенном мизбехе. «Эйх миханхин эт аминора», как мы начинаем службу впервые на вновь изготовленной миноре. Именно так, в соответствии с еврейской традицией в Танахе и Талмуде наш великий комментатор Раши в книге Баришит, 14 раздел, 14 строчка, тоже пишет комментарий свой, что слово «ханох» корень означает «начинать что-то впервые с человеком или предметом». И тому же самому переводу следует Радак, еврейский великий лингвист в своей книге о еврейских корнях. И даже использование слова «хенух», тоже родственное слову Хануки, как «воспитание» или «образование» происходит от перевода фразы в книге Мишлей «ханох ленаар альпидарко», что переводят «воспитывай молодого человека по его пути». Однако даже и в этом случае слово «посвящай» скорее всего не будет правильным переводом и совсем не подойдет по смыслу. А вот слово «начни» образование молодого человека с правильного пути подходит очень даже хорошо. Всем счастья и здоровья, счастливого праздника, имя которого означает «начинать заново службу в храме». Субтитры создавал DimaTorzok